Сочи принял 8,5 тысяч туристов из Арабских Эмиратов. О перспективах развития туризма говорили сегодня в администрации города. Курортный сбор в действии. В Сочи начали устанавливать пляжную мебель, урны и фотозоны. Пристройка к школе, ремонт моста и создание нового поселка глава Сочи встретился с жителями Адлерского района. Горячая вода вернулась к 23 тысячам сочинцев. На курортном проспекте завершен ремонт теплотрассы. Владимир Путин сегодня посетил Темрюкский район. Президент провел совещание в порту Тамань. Участие в нем принял и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Там строится один из крупнейших на юге России портовый индустриальный парк. Создание Таманского терминала является стратегическим инвестпроектом для региона. Он включает создание терминала на валочных грузах, перевалочной базы и ряда социальных объектов. Сочи принял 8,5 тысяч туристов из Арабских Эмиратов. Это цифры за три месяца. О перспективах развития внутреннего и въездного туризма говорили сегодня на совещании в администрации города. Межведомственное совещание прошло под председательством депутата Сергея Кривоносова. В Госдуме он курирует и направление туризма. По нашей инициативе была создана Ассоциация экономического взаимодействия регионов Российской Федерации, Союз развития туризма Российской Федерации. Учредителями этой структуры выступили 10 регионов нашей страны, включая, естественно, Краснодарский край. По сути дела, губернаторы этих субъектов доверили нам помогать департаментам по туризму регионов развивать туризм. В совещании также приняла участие министр курортов и туризма Краснодарского края. Светлана Балаева отметила, что прошлый год стал для региона рекордным по количеству отдыхающих. Мы показали абсолютный рекорд по приему туристов. Это 17 миллионов человек прибыл на территорию Краснодарского края. И больше 30% от этого турпотока принял наш флагманский курортный город, город Сочи. Что касается внешнего въездного потока, конечно, в этой части у нас есть большой потенциал, есть инфраструктура созданная. Интересу края к странам Ближнего Востока и Европе туристам из Старого Света нравятся экскурсии и отдых в горах. Также Сочи и край в целом интересны Израилю, Индии, Китаю и Арабским Эмиратам. Регулярное сообщение Сочи и Дубай соединило в начале июня. За три месяца курорт принял 8,5 тысяч туристов из Эмиратов, которые потратили здесь 8 миллионов долларов. Сочи заинтересован в увеличении турпотока, поэтому министр курортов края попросила депутата Госдумы рассмотреть вопрос о безвизовом въезде резидентов этого государства. Также на совещании обсуждали развитие круизного сообщения. Опытом поделились коллеги из Санкт-Петербурга. Развитию морских перевозок планируют посвятить отдельное совещание. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Курортный сбор в действии. Увидеть результаты этого эксперимента сочинцы могут уже сегодня. Эксперимент по взиманию курортного сбора начался в июле прошлого года. За пять месяцев 2018-го в Сочи удалось собрать более 68 миллионов рублей. Это при том, что во всем Краснодарском крае собрали чуть более 100 миллионов. Деньги, которые по закону можно направить только на благоустройство курортных территорий, в Сочи потратили на уличную мебель. Ее уже начали устанавливать на Эмеретинской набережной. Позже она появится и в других районах. До середины ноября в Сочи установят 275 лавочек, почти столько же урн, туалеты и фотозоны. А еще вот такие теневые навесы, под которыми отдыхающие смогут укрыться от палящего солнца. Таких беседок будет 100. А с начала нынешнего года Сочи собрал еще порядка 83 миллионов рублей. Открыто было голосование на сайте администрации города по этим деньгам, на какие цели их направить. И по итогам голосования в 2020 году порядка 60 миллионов будет направлено на благоустройство набережной от гостиницы «Жемчужина» до пансионата «Эдем». Голосование еще продолжается. Куда будут потрачены оставшиеся средства, собранные в этом году, тоже решат сами сочинцы. В администрации отмечают, что эксперимент по взиманию курортного сбора себя полностью оправдал. Во время отдыха в Сочи каждый турист за сутки пребывания платит всего 10 рублей. Это минимально возможная сумма, и ее повышать не будут. Добавлю, что в регионе курортный сбор введен в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Туапсинском районе. От его уплаты освобождены 19 льготных категорий и все жители Краснодарского края. Школы, мосты, канализация, транспортная логистика, проблемы Адлера и непосредственной меритинской низменности главе города озвучили жители района на сходе граждан. Но прежде Алексей Копайгородский побывал на объектах, которые требуют особого внимания. Подробности у Инги Габешия. Адлер, улица Кирпичная, река Хирота. Еще год назад здесь была переправа. Во время сильных дождей мост, который связывал два района, смыло. Сегодня, чтобы попасть в школу или на работу, нужно идти в обход. Здесь только в одной школе около полутора тысяч детей, дети, родители, утром, вечером. И, встречая совхоз, тысяч пять-шесть минимум пользуются этим объектом, он значимый. Преграда, которая мешает восстановить переправу, одна, но весомая. Мост не муниципальный, то есть не стоит на балансе города. И, тем не менее, глава города поручил специалистам разработать технические условия и приступить к ремонту. Это точечная проблема, которая нарушает жизненно важные переходы, пешеходные переходы, мостовые переходы всех жителей. С завтрашнего дня здесь будет работать группа. Мы постараемся сделать до Нового года, чтобы жителям этого микрорайона был такой подарок. И работы начнем, наверное, уже с завтрашнего дня. Далее мэр Сочи отправился в село Молдовка, а именно в школу номер 66. Здесь, как и во многих других школах, классы переполнены. В здании, рассчитанном на 800 человек, обучается почти полторы тысячи детей. Но выход есть. Вернее, есть муниципальная земля, на которой можно возвести пристройки. На этой площади можно построить примерно на 200 человек пристройку для начальной школы. С этой стороны, вот это мы находимся в крайней точке, муниципальный участок тоже 6197. Тоже здесь можно расположить детский сад на 200 человек. Что и того, мы на сегодняшний день имеем два участка. Да. Все, значит, с сегодняшнего дня тоже мы вместе с главой проработаем вопрос, чтобы здесь и на этом, и на том участке, который вы указали, действительно его взять именно в оборот для муниципальных нужд. И детский сад, и школу для начальных классов. Все, считайте, что с сегодняшнего дня работа пошла. А вот в селях Штырь остро стоит вопрос с водоснабжением. Вот уже 10 лет сельчане пользуются привозной водой. Решение у проблемы есть. Есть и водозабор на берегу реки Мзинта. Но, чтобы проложить водопровод к селу, необходимо согласование с федеральными службами – РЖД и Росавтодором. Труба должна проходить под совмещенной дорогой Адлер-Альпика-Сервис. Для начала здесь будет создана рабочая группа. Проблемы вода, газоснабжения, канализования и в целом, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, накопились и у жителей Эмеретинской низменности. В Доме культуры собрались две сотни человек. Вопрос к главе города был у каждого, и большинство из них решались на месте. С мэром к жителям Эмеретинки приехали его заместители и руководители всех департаментов и управлений. К примеру, проблема с канализованием здесь решится уже через три месяца. В ближайшее время здесь появится и новый поселок. В него войдут жилые районы вокруг Олимпийского парка. У нас есть яркий пример – это ПГТ, Красная Поляна. Никаких строек, ничего не будет. Только лишь приведем разговор о детях, о перспективах, о развитии, о будущем. По такому принципу будет развиваться весь Краснодарский край, говорит Копайгородский. Объединяться будут и округа, и сельские поселения. Это позволит объединить ресурсы, в том числе и финансовые. Так будет и в случае с Эмеретинской низменностью. Такая система позволит еще активнее развивать прибрежный кластер. Это будет своя администрация, своя финансовая строка, которая позволит сюда конкретно целевым способом выделять свои денежные средства. Свои тарифы, своя повестка. То есть никому не нужно никуда идти, не надо нигде прописываться. Строится будет только общеобразовательное учреждение. Вот сейчас эта школа строится, это среднеобразовательная школа, куда будут ходить ваши дети. Преимущества жители будущего поселка городского типа оценили и поддержали идею городских властей. Не надо будет ездить в Адлер. Все инфраструктура будет в поселке, все коммунальные службы в поселке. То есть это будет, во-первых, это разгрузит город, как и транспортным вопросом, и общественным вопросом, своим ФЦ, там, Сбербанк. Это очень-очень удобно. Когда строили Олимпиаду, очень большое количество потратили средства. И все это надо содержать. А содержать это тоже недешево. И весь бюджет города Сочи или Адлерского района бухать только в Амеретинскую низменность – это тоже неправильно. Это правильное решение сделать этот микрорайон, поселок городского типа. Да, действительно, такая большая территория. Я считаю, что нужна отдельная муниципальная единица, через которую все это легче было бы управлять. Это отличная идея. Новый поселок городского типа предлагают назвать «Сириус». Но последнее слово – за жителями. Опрос проведут с 8 по 13 октября. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Горячая вода вернулась к 23 тысячам сочинцев. Сегодня были завершены работы по замене участка теплотрассы на Курортном проспекте. Ремонт начался 30 сентября. Несколько дней горячей водой не могли пользоваться 23 тысячи сочинцев, проживающих на центральных улицах города. Горячее водоснабжение было восстановлено сегодня во второй половине дня. Всего в центре Сочи за последние два года обновлено более трех километров теплосетей. Ветхий трубопровод уже заменен на улицах Пасечная, Чехова, Войкова и Рос. Завершаются работы на улице Гагарина и Красноармейской. На участках теплотрассы увеличивают диаметр труб, ставят новые задвижки, производят зонирование. Проще говоря, делают ответвление, чтобы в случае аварии можно было отключить только определенные дома, а не всю улицу. Данная работа позволит нам снизить риск возникновения нештатных или аварийных ситуаций. И, скажем так, жители у нас в будущем при возникновении вышеуказанных ситуаций не останутся без воды в таком массовом количестве. Таким образом, считают коммунальщики, будет улучшено качество теплоснабжения. Кроме того, это выгодно для самого предприятия. При масштабных отключениях приходится сливать воду из резервуаров, нагревать весь объем заново. А это большие расходы воды и газа. Теперь же, благодаря зонированию, Сочи Теплоэнерго сможет минимизировать свои затраты и даже снизить тарифы для населения. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Пятого октября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем 23, 26 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 21. Тысяча гостей и первые заработанные миллионы. В Краснодаре открылась главная краевая агровыставка. Кубанская ярмарка собрала фермеров со всего региона. И они привезли лучшую продукцию. Самые сочные яблоки, самый сладкий виноград, свежайшее молоко и ароматную выпечку. Товары представлены по 12 направлениям. А значит, каждый покупатель не просто найдет то, что ищет, а сможет исполнить свои самые смелые гастрономические мечты. Куриня. На улице торговые ряды в павильонах. Площадь, которую занимает Кубанская ярмарка, можно сравнить с небольшим островом в океане. 80 тысяч квадратных метров. И на этом поле все в изобилии. Если на самой первой ярмарке 9 лет назад ассортимент продукции был довольно однообразный, то теперь даже кубанский хамон и пармезан найти можно. На Кубанской ярмарке представлено огромное количество видов сыров, которые ничуть не уступают европейским аналогам. Например, в этом крестьянско-фермерском хозяйстве целых 16 различных сортов. Мне пообещали дать попробовать самый изысканный из них. Какой у вас самый эксклюзивный? Самый эксклюзивный – это Грюер или Эмменталь с твердых сыров. Оба названия не запомнил никогда в жизни, поэтому давайте любой. Вот это будет Эмменталь. Пожалуйста, попробуйте. А вот это будет Грюер. Им выдержка 6 месяцев. Не зря сходил на ярмарку. Всем рекомендую. Секреты Камамбера Ангелина Макаренко узнавала опытным путем. Изучала европейские технологии. Где-то пришлось и подглядывать. У каждого производителя есть свое отличие. Как бы название вроде бы оно схожее. Но есть, естественно, свои технологии у каждого производителя разные. Но я думаю, что каждый свой вкус все равно находит. Что-то нравится, что-то может не нравиться. Ярмарка – главная выставка продукции малых форм хозяйствования. Здесь преимущественно небольшие предприятия. Но многие из них, из маленьких ферм, уже превратились в производство полного цикла. Просто доить корову не модно. В наше время успешными становятся те, кто исповедует схему от посева корма до стола потребителя. В 2016 году мы подали документы на грант. Начинающий фермер выиграли его. И получили деньги. Построили новый корпус животномоческий на эти деньги, на 200 голов. Сыроварку купили на 250 литров. И дали установку. Сделали новую. О растущих малых предприятиях на открытии выставки говорит губернатор. Вместе с председателем законодательного собрания региона он поприветствовал участников выставки. Глава Кубани отметил большое количество открывающихся предприятий. Это стало возможным не только с помощью государственной поддержки, но и за счет трудолюбия фермеров. На то, чтобы обойти огромные торговые площади, нужен не один час. Глава Кубани останавливается у каждого стенда. Общается с участниками ярмарки и узнает от них напрямую проблемы малого бизнеса. Перспективу этого бизнеса видишь? Ну, на протяжении 7 лет мы на рынке и потихонечку развиваемся положительно в цикле. Да, поэтому как бы... Перспективу развития не видишь? Конечно, да. А выгодно ли выращивать? Сам не подсчитал. Честно, очень много финансовых положений требует. Это продукт, который сегодня оставили, может быть брендовым, и максимально можно вашей активностью воспользоваться, грамотно воспользоваться. Мы готовы подключиться, чтобы финансово вас поддержать, но мы должны понимать, что мы будем иметь на выходе. Конечно. Вот это очень важно. Удачи. Всего спасибо большое. Поддержку губернатора просят и со сбытом продукции. Местные садоводы уже давно научились украшать ландшафты не хуже голландцев. Но доступ к кубанским кумбам получают не всегда. Такое разнообразие цветов, палитра таких красок, это украшения. Сегодня наших общественных зон. Неважно, это бы станица, либо город, либо курортный город. А у нас порой посмотришь на закупки. Откуда только не закупаем. Откуда только не закупаем. Андрей Николаевич, вот раз все равно это ваша зона ответственности, дайте мне анализ. Откуда мы закупаем для благоустройства наших дворов, парков, скверов. Наших городов, станиц, сел. Откуда мы закупаем посадочный материал. Я еще раз подчеркну. Это, наверное, будут страны, которые прятаны откуда. И за качество мы ни с кого не спросим. Вот того самого посадочного материала. А здесь, а здесь, они рядом. И они наши. И они гарантируют качество. Прямо у стендов губернатор и предприниматели успели обсудить и важность науки в современном бизнесе. Вкусный каравай без новейших технологий испечь непросто. Я вам бы хотела показать три хлеба. Вот этот хлеб из одной муки, вот этот из другой, а вот этот из смеси этих двух. Который сделан на основе научных исследований. То есть по свойствам этой муки составлена смесь, которая дает в результате более качественные образцы хлеба. Наука сегодняшняя, она должна стать, даже не быть, а стать прикладной. Максимально сегодня нужны нам научные, прорывные и идеи, и решения. Вот, в общем, вопрос. И сегодня правильно у вас курс взят на прикладное значение науки. Не просто наука ради науки, не просто разработки ради разработки. Это должно иметь прикладное значение. Наука должна научиться зарабатывать. Вот, в общем, вопрос. Наука должна быть востребована. В первую очередь востребована бизнесом. Она должна быть востребована отраслями нашей экономики. Вот тогда наука будет по-настоящему востребована жизнью. Зеленый свет на ярмарку у сельхозкооперативов. Казалось бы, устаревшая форма бизнеса обрела вторую жизнь в последние пять лет. Губернатор призывает фермеров объединяться. Вместе развиваться легче, особенно когда товар штучный. Главе Кубани показывают домашнюю птицу редких пород. Ее научились выращивать в Кореновском районе. А вот с продажами есть трудности. Важно в рамках рынка не только научиться выращивать, но научиться продавать. Сегодня это не менее важное искусство, именно искусство. Поэтому вам важно, наверное, таким как вы, объединяться в какой-то кооператив и искать вот того оператора, который вам поможет продавать сегодня курей подобного, допустим, качества мяса. Мы контактируем между собой, ищем какие-то связи. Андрей Николаевич, мы действительно поможем с системой. Вы продаете живым весом? Ой, живым? Или не живым? Или не забивать? Давайте подумаем так, чтобы вы не потерялись в рамках палитры рынка. Конечно, жесткая конкуренция. Но вам нужен свой клиент. Мы подумаем, как сделать так, чтобы они своего клиента нашли. Всех аграриев организаторы поделили по 12 направлениям. Тут их называют кластеры. В топе рейтинга садоводы и виноградари. Их здесь 184. Из обычной торговой площадки событие выросло вместо обмена опытом. Здесь находят не только рынки сбыта, но и знакомятся с новыми технологиями и находят деловые контакты. Две ярмарки назад Елена Григорьева со своим индивидуальным фермерским хозяйством нашла партнеров по бизнесу. Теперь на стенде в три раза больше продукции их совместной аграрной кооперации. Последние два года мы участвуем как кооператив. И от кооператива посмотрите, какой ассортимент. Это уже говорит о многом. Что объединяясь, у нас увеличивается и объем, и ассортимент, и качество продукции. Я думаю, в общем, от кооперации выиграют все. Даже у самого искушенного гурмана на кубанской ярмарке наверняка разыграется аппетит. Колбасы сырые, мороженое, рыба копченая, мясо соленое. Отсюда вывозят тележками. Но если предприниматели приезжают сюда получать новые знания, опыт, ну и, конечно, продавать свой товар, то посетители ярмарки обязательно дегустируют. Очень вкусно все. Что самое вкусное? Все. Просто все. На прилавках все строго по старинной традиции. Все исключительно натуральное. Ярмарка как площадка важна не только для производителей. Главный гость здесь – потребитель. События жители Краснодара и окрестных поселений ждут с нетерпением. Классно. Каждый год приезжаем сюда с одной целью – накупиться много деревьев, посадить и ждать, что из этого получится. Помогли выбрать, посоветовали. Народу пока немного, но уже есть дефицит. То, что хотела купить, уже кое-где разобрали. Очень прекрасно, все доступно, все красиво. Покажите, что у вас там. Это все, и лимоны, и такие вот. Стоит ходить на ярмарку? Нет, конечно. Я ее жду практически год. Жудесная ярмарка, отличное настроение, хорошая продукция. С каждым годом, мне кажется, все лучше и лучше становится. Про происходящее здесь точно можно сказать. Лучше один раз посетить, чем сто раз услышать. Ведь телевизор, как минимум, не может передать вкус и аромат. Но даже если вы еще не успели на кубанскую ярмарку сегодня, то впереди еще три дня, чтобы уж точно все попробовать и убедиться лично в том, что такое кубанское качество. И продолжаем выпуск. Химики, физики, математики, физруки и не только. А сегодня учителя России отмечают свой профессиональный праздник. В Краснодарской филармонии лучших педагогов Кубани награждал губернатор. В этом году 46 работников образования получили звание «Заслуженный учитель Кубани». Вениамин Кондратьев поблагодарил учителей за их работу. Он отметил, что именно педагоги участвуют в формировании будущего каждого человека. И именно в их руках возможность отыскать таланты и помочь им самореализоваться. Не прийти в этот зал, не сказать спасибо нашим учителям, моим учителям. Это было бы не то, что неправильно. Это для меня невозможно. Успех любых людей, их достижения, жизненные результаты – это в первую очередь успех достижения учителей. Потому что нужно же суметь в этом алмазике порой рассмотреть бриллиант, даже под микроскопом не видно, и сделать такую огранку, чтобы он в жизни стал успешным. Это особый талант тех, кто это делает. В ваших руках самое дорогое, которое может быть у края, да и у страны – будущее в ваших руках. Это будущее. Будущие ученые, будущие врачи, будущие инженеры. Это очень глубокий смысл, на самом деле, в вашей профессии. Очень глубокое содержание и очень огромная ответственность, как правило, на ваших женских плечах. Награждали и победителей конкурсов директор школы Кубани, учитель года Кубани, краевого конкурса педагогов, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также конкурсов «Воспитатель года Кубани» и премии «Сердце отдаю детям» и педагогический дебют. На сцене филармонии выступали не только профессиональные артисты, спели и сами педагоги. Впервые на сцене выступил сводный хор учителей Кубани. Не только в Краснодаре, но и по всему региону сегодня пройдут праздничные уроки и концерты. Ну а в Сочи в День учителя подвели итоги работы отрасли. На курорте работает 9 тысяч педагогов. Больше половины из них преподает в школах, остальные работают в детских садах и учреждениях дополнительного образования. Лучшие из них получили награды и признания коллег. Тележка двигалась быстрее. А назовите ту физическую величину, которая отвечает на вопрос быстро или медленно. Ваше мнение? Скорость. Отлично. Валерий Челокян к своей профессии относится творчески. Кандидат физико-математических наук уже четверть века преподает в Хостинском лицее номер 3. Методика обучения особая. Ставит проблему, выдвигает гипотезу, решает задачу. Я благодарен своему учителю в свое время, который привил мне эту методику. Работать с ними на равных, всегда выслушивать их мнение. И если они высказывают свое мнение отличное от моего или неправильное, выслушать до конца. И тем не менее терпеливо объяснить, почему это так. И если они заметят, что я где-то ошибся в чем-то, их поблагодарить за то, что они меня исправили. Диалог на равных позволяет воспитать у учеников ответственность по отношению и к себе, и к обществу, говорит педагог. А главное привить любовь к знаниям, которые пригодятся в будущем. Валерий Челокян уже дважды становился победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок». Сочинским педагогам есть чем гордиться. В этом году 20 выпускников по итогам сдачи ЕГЭ получили 100 баллов. У гимназии номер 8 теперь есть статус учебного заведения при Российской академии наук. Несколько педагогов стали обладателями президентских грантов в 200 тысяч рублей. Гимназия номер 6 и лицей номер 3 стали победителями и призером краевого конкурса «Лучшая инклюзивная практика». По мнению главы города, перед педагогами стоят непростые задачи по обучению и воспитанию подрастающего поколения. Поэтому им будут помогать и создавать условия для работы. Сочинские ученики, они ценятся на территории края, на территории всей большой страны. И каждый сочинец гордится тем, что он может свои знания, навыки, умения и возможности давать для развития нашего края, для развития всей нашей страны. За это вам огромное слово благодарности и с праздником. Более 230 педагогов-курортов канун профессионального праздника отмечены наградами Министерства образования России и Краевого ведомства. Учителям, которые добились высоких профессиональных результатов, вручены благодарственные письма главы города и городского собрания Сочи. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В 15-й гимназии сегодня танцевали шахматные фигуры. Древнейшую настольную игру оживили ученики 5-х и 11-х классов. Так прошло традиционное посвящение в гимназисты. Импровизированной клеточной доской стала школьная площадка. В роли пешек – виновники торжества, пятиклассники. Всего 7 классов. Они окончили начальную школу и теперь их посвящают в гимназисты. Формат бала для 15-й гимназии традиционный. Третий год пятиклассники проходят обряд посвящения в гимназисты через классические танцы. Дети изучают классические танцы – минуэт, гавод. Но каждый год мы делаем какую-то определенную изюминку. И сейчас, мне кажется, наступило время шахмат. Нам хочется открыть эту шахматную историю гимназии номер 15. В прошлом году мы проводили большой конкурс, и у нас большое количество детей, которые желают заниматься шахматами. Шахматные кружки настолько популярны, что скоро одна из школьных площадок станет черно-белой доской. На ней появятся большие шахматные фигуры. Навыки этой игры ученики смогут показать не только через танцы, но и на реальных турнирах. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях Radist на 56-й кнопке и телепакетах Beeline на 76-й. А также в социальных сетях в группах Говорит Сочи, в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютьюбе Говорит Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова